На протяжении столетий армянские историки и политики упорно стараются доказать, что Армения – самая древняя страна мира, а армяне – самый древний народ. Однако исторические факты свидетельствуют, что никакого государства Армении никогда не существовало, что армяне веками переселялись из страны в страну и что на Южном Кавказе они пришли народ. Находящиеся под покровительством и защитой царской России, армяне для укрепления своих позиций прибегали к всевозможным уловкам и мошенничеству. Армянскими лжеучеными издавались книги о несуществующей Великой Армении, фальсифицировалась история и исторические факты, сочинялись все новые и новые тексты на исторические темы. Одним из фальсификаторов армянской истории является Моисея Хоринацы, автор книги «История Армении». Азербайджанский ученый, доктор филологических наук, профессор Аждара Смайлов в своей книге «Моисея Хоринацы», анонимный автор-священник, полностью опровергает личность Моисея Хоринацы, считающегося отцом армянской истории. На вопрос, существовала ли Великая Армения, ответил известный армянист Никита Осипович Эмин, который перевел на русский язык книгу Моисея Хоринацы «История Армении» и издал ее в 1858 году в Москве. По словам Эмина, книга Хоринацы построена на легендах. Касаясь источника ветческой базы произведения, Никита Осипович отмечает, что «История Армении», состоящая из трех книг, была написана на основе многочисленных источников, которые не являются достоверными. В мировой истории сложно найти более сфальсифицированную и запутанную историю, чем «История Армян». Это отмечали в своих исследованиях многие армянские, русские и европейские ученые. Ссылаясь на их труды, Аждар Асмайлов изоблачает во лжи Моисея Хоринацы, произведения которого долгие годы считаются надежным источником армянской исторической литературы. Основываясь на научных доводах, Аждар Асмайлов доказывает, что вся история Армении, составленная на основе мифологической литературы, является вымыслом армянских лжеисториков, которые по сей день продолжают традиции своих предков. Нет никаких источников и свидетельств, доказывающих о существовании Великой Армении. Хоринацы свою книгу написал под названием «История Хаев», однако на русский почему-то она была переведена как «История Армении». В своей книге Моисей пишет, что армяне как народ сформировались на анатолийском плоскогорье, что история армян берет начало со времен пророка Ноя. Эта книга абсолютно мифическая, не имеющая никакой связи с историческими реалиями. Хоринацы свои рассказы черпал из сирийских сказок, которые мастерски воплотил в собственном сочинении. Составленный на имя Моисея Хоринацы в церкви Киликия первый армянский текст истории Армении восходит не к пятому веку, а к четырнадцатому. А название Армения, якобы исторически существовавшего государства, кроме книги Моисея Хоринацы, не встречается ни в изданиях армянских, ни европейских, ни российских историков и ученых. Армянский историк Григорий Хоринацы пишет, что первый печатный вариант истории Армении Моисея Хоринацы увидел свет в 1695 году в Амстердаме, где жила колония армян. Однако при первом знакомстве ученых Западной Европы с книгой Хоринацы она была подвергнута жесткой критике. По словам халатянца, Моисей Хоринацы не являлся историком пятого столетия, а историком-фальсификатором. Ни европейские ученые, ни халатянцы не признают Хоринацы как историческую личность. Маниакальные стремления армянских историков и политиков изменять, фальсифицировать, арменизировать все чужое давно всем известно. Армянские националисты присваивают исторические, культурные, архитектурные и религиозные памятники, принадлежавшие азербайджанскому народу, музыку и кухню. В результате военной агрессии Армении оккупировано 20% территории Азербайджана. Более одного миллиона азербайджанцев насильно изгнаны из родных очагов Армении, Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов. После началась арменизация и переименование древних азербайджанских топонимов. Потуги армян воссоздать Великую Армению, о существовании которой никогда не было известно исторической науке, не более чем стремление выдать желаемое за действительность. Виктория Переева, Гюльна Раджавадова, Наиб Гаджи, FCBC.